Данная игра сконструирована на подобии деловых игр, которые разрабатывают и реализуют Московские центры сертификации и квалификации в образовании Московского городского педагогического университета Для программы магистратуры руководители образовательной организации В ней приняли участие магистры двух программ Программа руководителя образовательной организации, первый курс И магистры программы образовательной политики, тоже первый курс У них было шесть заданий Задания были связаны с ежедневными делами директора Так как они обучаются на программе управленческой, мы хотели посмотреть, каким образом они смогут справляться с интенсивной нагрузкой на управленца. С самого начала открытия нашей программы мы предусматривали и думали, как бы сделать так, чтобы программа была а. практикоориентированная, б. достигала и показывала сформированного у магистрантов результат по тем компетенциям, которые формируются в программе, ну и б. чтобы это было связано с экспертным профессиональным сообществом, получать от них обратную связь о том, все ли мы так делаем, хорошо ли мы работаем с магистрантами. В рамках деловой игры было представлено 4 задания и очень удачно была предложена компоновка. Два задания были групповые и два задания были индивидуальные. На групповых заданиях проверялась общая коммуникация, возможности лидерские, возможности по структурированию информации и возможности по тому, что вообще как договариваться друг с другом для решения общих задач. Индивидуальные задания скорее раскрыли личностный потенциал и позволили посмотреть на участников деловой игры со стороны. Очень интересные планы и аспекты они выделяли каждый отдельно, решая одни и те же, в общем-то, задачи. В этом, наверное, и прелесть подхода деловой игры. Очень интересно наблюдать за нашими коллегами, потому что каждый проявляет себя в той или иной ситуации. И те задания, которые сегодня были подготовлены в рамках деловой игры, на мой взгляд, вызвали большой интерес у наших коллег, потому что они были, во-первых, разными по формату и, наверное, более практикоориентированные, что, собственно, очень важно, когда ты планируешь в перспективе все-таки быть руководителем образовательной организации. Мы потренировали управленческие навыки, у нас были упражнения командные, индивидуальные, были парные упражнения с наблюдателями. Соответственно, мы, наверное, осмотрели и охватили все основные направления в работе, потому что, да, где-то приходится принимать срочные решения, где-то работать с проблемными родителями или с сотрудниками, доводить им какую-то информацию, ставить задачи, цели и, соответственно, проводить какие-то совместные мероприятия, в том числе с форс-мажорами. В составе экспертной комиссии у нас было два контура. Внутренний контур составляли эксперты центра, которые выступали в роли как раз и разгневанных родителей, и заместителей. Они проводили оценку внутри, у них были свои компетенции, по которым они более подробно рассматривали каждого из участников. И также был внешний контур экспертов. Это те эксперты, которые были приглашены и также участвовали в работе этой программы. Надо отметить, что очень большой положительный заряд эмоций получил не только от участников и организаторов, но и от экспертов, которые очень активно вживались в роль. И действительно со стороны было очень похоже, что как будто они действительно те, за кого себя выдают. Хотя ролей было несколько. Я считаю, что данный формат пригоден для всех, потому что вот я, например, для себя очень многое взял от того, что я могу использовать в своей работе и как руководитель, и, безусловно, распространять это для своего педагогического коллектива, ну и в том числе для своей управленческой команды. Ребята получили достаточно интересный опыт, безусловно. Это моделируемая ситуация, но тем не менее она заставила их обратить внимание на те стороны, которые они бы хотели еще развить. И мы надеемся, что это им пригодится. Наиболее интересна, конечно, это практика работы с родителями и заместителями. Непосредственно в работе мне часто приходится это делать, но именно в игровой форме это позволяет посмотреть на себя со стороны. Хотел бы отметить работу команд, потому что, несмотря на изучение различных инструментариев и различных подходов к структурированию информации, все-таки есть еще над чем поработать, ну и это, наверное, тоже замечательно. Больше всего меня приятно поразило, необычное для деловых игр, по крайней мере, в тех, которые я наблюдал, это актерское мастерство как участников, так и организаторов. А поскольку и участники, и организаторы настолько ужились в свою роль, что Станиславский бы точно сказал верю. Субтитры создавал DimaTorzok